За два месяца, что длится гражданское дело о предоставлении земли для расширения фермерского хозяйства, стены городского суда для Рафаила Гариповича стали родными. Три года хождения по различным инстанциям ничего не дали. Главный противник идеи фермера – глава поселения, а с недавних пор и односельчане. У него свои планы, наверное, на этот участок. Поэтому он не хочет этот участок предоставлять. Он на своем стоит, бесполезен. Он травил народ деревенских против меня, что я собираюсь их пастбища забрать туда-сюда. И односельчане уже против стали. Официально руководство сельского поселения отказывает фермеру по причине того, что данный участок земли в 53 гектара считается зоной специального назначения. Если проще, там находятся кладбище и полигон для биоотходов. Вот только Рафаил Гарипович просит лишь ту ее часть, где погост остается в стороне. Основная причина отказа, с которой вы не согласились, – это наличие зоны специального назначения. Вот это… Вы не имеете в виду, что там нет такой ситуации? Нет там. Я всю свою сознательную жизнь, 64 года, я в этой деревне живу. Там никакой биоотходов, ничего не было. Никогда не было. Откуда нельзя? Дело сдвинулось бы с мертвой точки, если бы ответчики, а это руководство поселения и представители управления земельных и имущественных отношений, предоставили недостающий перечень документов. Но повестки в суд они упорно игнорируют. На сегодняшний момент, на момент рассмотрения данного дела, данные документы суду не предоставлены. Глава Сухаревского поселения и руководитель Сухаревского поселения в суд не является для того, чтобы определить вопрос, скажем так, то есть на вопрос, входящий в предмет доказывания, в связи с чем у суда отсутствуют приближающие документы для решения вопросов по существу. Слушание перенесли на этот раз до понедельника. Причина – вот этот пустой стул. Суд решил рассмотреть дело по существу можно только в присутствии ответчика. Наталья Лушникова, Рафаэр Ракипов, Новости НТР. Рафаэр 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 Р